Это Пакистан! Салам алейкум, варахматулоги, ва варахаду! Варьку. А там есть больше. Друзья, мы отправляемся в интересную страну, Пакистан. У нас визы. Нужно также, чтобы был ПЦР. Ну и, конечно же, хорошее настроение. Вадя, у тебя как настроение? Настроение? Игорь, Анна, как у тебя? Супер. Ну вот и Дима тебе спала по тарану. Я клянула. Да это мы поняли. Потому что... Потому что... Александр там взял бизнес-класс опять. У туалета. Ну, это дорогого стоит, Дима. Да, да. Я устал лежать, спать. Стоя. Стоя. Короче, еще одного человека у нас не хватает. Ждем багажа. В принципе, у нас нет небольшая проблема. Дима и Лайт, а не ПЦР. Вот сейчас разбираются. Какая у нас проблема? Все, больше у тебя не хватит. Мы просто никуда не летим. Да, нас просто подвинули чуть-чуть. Попросили бы на 10-15 подождать. Ну, в общем, у нас нет ПЦР-теста, но у нас есть прививка. Вакцина. Вакцина, да. Ну, и они нам говорят, ребята, вы... ПЦР походу вам придется сдавать. Но сейчас мы пока вам ничего не можем сказать, нам надо что-то узнать. Ну, что я за тебя-то рассказываю все. То есть ты будешь таки это заново оставить? Да уже нет, все. А мы, кстати, просто про Хома ждем. Я вообще узнал только сейчас о всех вот этих новостях. Что нас сдавают, какие ПЦР-тесты. Но Вадик еще сказал, что надо будет потом выборочно кого-то сдать нам для анализа. Скорее всего, это будет Вадик. Плохо выглядит. Худой. А, Вадик, кстати, да. С бородой. Не, ну, метр девяносто такой худой. Да. Сдадим его для опыта. Кстати, нам далеко идти не надо. Здесь вся инфраструктура. Не везет в этих вакцинациях, поведет в чем-то другом. Идем с Демариком ПЦР-тест сделать. Ну, это вот окошечко, которое я вам показывал. Мы к нему сейчас пришли и будем заниматься делом. Так, но у нас вылет не скоро, поэтому мы берем 90 минут. И вот здесь ценник ВИП. Это 50 минут 3,5. И вот наш тариф 2,750, 90 минут. Друзья, хочу вас попросить, подпишитесь на мой канал. Ну, поставьте лайки, колокольчики. В общем, вы сами все знаете. Короче, мы еще никуда не уехали. А вот сумка оказалась тоже у меня по всему миру с наезжью. А она оказалась в Шереметьево не говорит. Теперь можно, кстати, самому проходить. Там можно контроль. А затем нужно будет оставить свой отпечаток. Сделать фотографию. И все. Получить в этой будочке печать. Ребят, в общем, у нас пересадка в Дубае. Тут нереальная духота. И на улице плюс 35. На улицу мы выходить не стали, потому что у нас нет времени. У нас транзит и мы шагаем дальше. Вы сами знаете куда. Так что пошагали. Boeing 787. Почему? С Москвы мы летим на аэрофлоте, который в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Хуже условия. А сейчас мы летим в Эмираты и Пакистан. Офигенный самолет. И до Дубая мы летели. Тоже офигенный самолет. По России мы летели очень все плохо. Что СМ, что Аэрофлот. Мы вообще не сравнили. Для примера интерактивное меню. Здесь можно потыкать. Ну понятно, мы видим время в полете, температуру, скорость. Можем пойти там, еду какую-нибудь заказать. Видите? А можем фильмы посмотреть. Даже на русском языке. Любые. Вот видите, нажимаем фильм. Play. И вот. English. Франция. Немцы. Италия. Россия. Окей. Нажимаем. И можем смотреть киношку. Все фильмы, кстати, 22 года. Можно музыку послушать. Ну, все что угодно. Вот мы и приземлились. Чтобы получить багаж, здесь нужно пройти через огромное количество людей. Ну, здесь их просто тысячи. Ну, а мы стояли и наблюдали за этими нетерпеливыми ребятами. Они постоянно заглядывали в окно и пытались в этот экскалатор залезть. Это самый долгий багаж в моей жизни. 42 минуты и вот я вижу сумку свою. 42 минуты. Игорян сумочку получил. И вот моя сумка. Я, кстати, взял ее специально побольше. У меня она почти пустая. Ну, мало ли, что нам придется здесь перевозить в этой стране. Поэтому шагаем. Это выход из аэропорта. Пробиться очень-очень-очень сложно. Где-то нас тут встречают. Надо найти только где. Встретили Яну. Встретили Вадю. Грустных ребят. А, тебя не встречали, как всегда? Ну что, пошагали? Так, мы в аэропорту сразу меняем деньги. А, давайте посмотрим, какой курс. Здесь обязательно нужны доллары новые. С синей полоской. Самый долгий обменный пункт и самый долгий сегодня был багаж. Пакистанских пять минут. Вы еще не знаете, что это такое. Вы теперь знаете. Мы знаем тувинский час, теперь знаем пакистанские пять минут. Это минимум двадцать минут. Обратите внимание, какое обращение к деньгам. То есть, доллары им новые нужны. А здесь они скрепками фигачат насквозь. Скотчем потают. Разрывают небрежно пачушку. Вот, он сейчас отдал. Лучше бы гвоздями приколотил стойки свои. А что такое никогда не видели? Да ну, как-то подносимся брежно. Примежалка. Ребят, я не понял, как Инна решила нас запихнуть в эту тачку, конечно. Ты что, издеваешься, что ли? Мы как в нее залезем-то? Это была шутка. Конечно, Инна не издевалась над нами так. У нас нормальный хайс. Это же наш хабиб. Салам алейкум ва рахматулухи ва ва ракатур. И начинаются пробки, которые будут всегда и теперь будут постоянно. Мы приехали в наш отель. Сейчас будем тестить отели в Пакистане. Инна, сколько звезд? Четыре. Четыре. Огонь. Много терактов всеразличных. Нужно все просканировать. По местным меркам у нас будет четверочек. В общем, у нас сейчас идет подсчет, сколько часов мы не спали. Я примерно посчитал, что я не спал 24 часа. Потому что я там немножко кемарил в самолете. Но в целом 24 часа мы не спали. Даже если мы хотим спать, возможности у нас такой нет. Есть два часа, она помыться, она побриться. Что-то перекусить. И мы шагаем дальше. Ребята, нас не обманули. Есть бассейн на крыше у нас. Ну-ка, водичка. Слушай, ну пойдет вообще четко. Загазованность просто. Сейчас покажу. Один из самых грязных городов в мире. Это Лохор. Ну что, друзья, по классике смотрим наш отель. Довольно-таки просторный. Большой номер, я бы сказал. Здесь можно прилечь. Семье, друзьям. Двуспальная кровать. Там есть эти мини-бар. Туалет и душ. Все четко. Как я не заметил комплимент. Это же классно. Прикольно. Единственное, что здесь очень ужасно. Это вид из окна. Вот с этим не повезло. Очень интересный момент заметил. Гвозди на парапете. За место отлива. Для чего? Может быть это ловушка для голубей? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Ну вы сами все знаете. Шагаем дальше по лохору. Сейчас посмотрим в нашем мантеле какой завтрак. Вот ребята здесь уже сидят. Ну что, ребят, как еда? Номер неплохой, да? Нормально, да? Ребят, сейчас вам покажу. Как это называется? Терраса. Офигенно. Немножко все в пыли, но тут очень тепло. Офигенные витражи. Это я вам как строитель говорю. Мы с Вадей решили уединиться в этом прекрасном месте. О, слушай. Так это качели, е-мое. Я не понял, можно качаться, ребята. Кайф. Мы пошагали путешествовать по Пакистану. Короче, нас остановили, лишь бы оштрафовать. Сколько с нас взяли? 500 рублей. 500 рублей. Подожди, 500 рублей в... А в наших? 2 доллара. 2 доллара, короче, взяли, ребят. Женщине вдове с детьми, потом очень тяжело выйти замуж. Ее не берут в трассор. И что делают? У нее, если умер муж, соответственно, однозначно брат есть у этого мужа. И эту женщину потом этот брат, ну, как бы, адопт делает, принимает в жены. То есть она официально при муже должна быть. Женщина здесь должна быть. Ну, брат с ней занимается тем, чем занимался муж? Ну, я думаю, что личные мужы в моменты. Скорее всего, нет. Скорее всего, да. У кого как? Ну, это такая часть процентов. Хороший ответ. Скорее всего, нет. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Ну, 50 на 50 отдадим. Ну, конечно, это же природа. И женщина, если она нормальная. И мужчина довольно-таки достойный. Ну, почему бы. Хотя у них и так уже детей. В основном у нас же браки заключаются у нас не по любви, а по расчетам. Фишка вот в этом еще заключалась. Сколько в среднем детей в семье? По 4-5-6. 5-4 это считается нормой. Ну, и до четырех жен можно. Ну, конечно. Ну, вот по две жены у меня и знакомые. По три. Четыре жены. Официантные жены. Есть как попалённые? Есть. Лахор. Лахор. Второй по величине город Пакистана после Карачи. По оценкам на 2009 год, в городской агломерации проживало более 10 миллионов человек. Ну, сейчас говорят, что это в районе 15. Ребят, ну здесь еда везде. Прям даже на земле можно взять и перекусить вкусненько. Опа. Все как будто на земле и не было. Но в фоне было 12. Шесть минут еще один разüne весь мороз. В злое нам д APIs. Сём Pokerau. Прям очень угал. Да, вкусный вкусненький 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 вкусненького Мур with rage, yours, MASM. По нашему жанру. Это любимое блюдо в Пентабио-Лапорте. Сюда приезжают все, чтобы отведать вот этих деликатесов. В общем, как наш холодец. У вас он застывший, а у нас жарко. Ленинцы. Здесь парады называются. Это лепешки. Мы такие на завтрак ели. Очень известное блюдо, но по сути просто лепешки на масле. Мы это и в России делаем. Здесь люди сидят и завтракают. Но на рынке кипиш вообще нереальный. Хотя мы еще на рынок, по-моему, не пришли. Решили прикупить. Называется у нас в России афганки. А здесь называется пахоль. Пацаны налетели как сороки. Пуштунки. Афганки. Игорян говорит, мне три. Смотри, Влад. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Ребята, здесь очень сильно предстающие все люди. Они тебя все трогают, руками, протягивают тебе руки. Очень много это забирает энергии. Порошай, которые просто убегают. Решили приодеться. Чтобы не отличаться. Слиться с местным колоритом. Здесь видите, без рукавочки всякие. Так выглядит классическая парковка. Где-то... Я не знаю, как-то место. Знаете, назовите его. В общем, здесь очень популярно. Ездить на мотоциклах. Их тут просто тысячи, миллион. Проехал чувачок. Сейчас припаркуется и на работу. В каждом шагу у тебя что-то просят. Что-то хотят от тебя. Даже дети. Александр решил себе здесь прикупить туфельки. Молодец. 300 рупий стоят туфельки. Ребят, сейчас мы решили все-таки прикупить себе халивар хамис. Для того, чтобы полностью слиться. Мы просто долго искали, искали и вот нашли. А я себе выбрал, конечно же, вот этот костюм. Оцените его. Вот он, мне кажется, оптимальный. И вот эта шапочка. Дим, ну одевай давай. Ты что? Я тебе подобрал размер. Короче, девчонки пришли в магазин. Мы здесь уже 40 минут не можем купить. То цвет не подходит, то не подходит размер, то еще что-нибудь не подходит. То вот здесь что-то прям не подходит. Я вот по красоте сразу одел. Шапку я все-таки решил поменять. А как вам вот такая шапочка? Короче, я решил такую шапку одеть. Салам алейкум ва рахматулу и ва ва ракату. Подишах Александр Лис. Но стоимость получается 2,250 рупия. Чувак вообще убитый. Алло. Глаза вообще, зрачки никакие. Окей. Да, да. Ребят, если что, встречаемся на площади Марата. На площади Марата, если что. Там, где красный флаг, пуштунов. Ну, поехали с водителем немножко прокатиться. И он был немножко не треск. Всего здесь существует 35 ворот старых. Мы проходим через Дели. Эти ворота вели в королевскую резиденцию в Дели, в королевскую резиденцию на хоро. Поэтому мы сейчас пройдемся по этому пути. Здесь мы пройдем, посмотрим королевские бани. Шахи Хамам и мечеть еще в Азериках. Обратите внимание на диагноз. Смотрим на целину. Весь народ в Антибулке. Сейчас зайдем в старый хамам 17-16 век. Париться не будем, сразу скажу. На улице жара. Но посмотреть посмотрим. Только посмотрите на рис. Сколько его тут равного. Просто. Золото. А плов я не знаю делают они или нет. Этим стенам 350-320 лет. Вы только посмотрите какая старина. Оригинал кстати. Не подделка. Древний музей хамам. Жаль что не работает. Попариться нам не удалось. Музыка. 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 Это Пакистан! Мы с Вадей решили переодеться немножечко, потому что мы как-то по-афгански, по-пуштунски были. Вот все по-местному, по-лафорски. Груши? Гуала, что такое гуала, я не знаю, но мы сейчас попробуем, но надо обязательно помыть. Гуала. Здесь мы снимаем обувь и идем в носках. Пока ребята раздумывают, я, конечно, уже все снял и пошагал. Еще вату катать один раз живем. Обратите внимание, здесь идет ручная работа, реконструкция. Очень много людей задействовано в этом процессе. Ремесленники. Но это непростая работа, непростая. И вручную здесь ребята отрисовывают, видите, по правилу, новые фрески. Реконструкция. Это расписание молитв, оно зависит от многих факторов. Солнце, восход, заход. Много стройматериалов. Доска, кстати, интересно, что за доска у них. Похоже на нашу сосну или листяк. Пишите, кстати, в комментариях, что за доска. Вот ребята работают днем и ночью. Ну и видно, что многие элементы, они требуют реконструкции. Мне кажется, мы работаем точно быстрее. Я не говорю про братьев таджиков, узбеков. Эти ребята работают, мне кажется, очень медленно, поэтому реконструкция будет не быстрая. Ну, посмотрим, как у них тут дела. Приедем через два годика с проверкой. Это приспособление для самобичевания. У них есть праздник, есть Хусейна, Смерти. Это происходит очень жестко. Я это видел вживую. Ну, капец. Они вот этими предметами клещат тебя по спине. То есть, они берут и себя вот так... Какие побольше? О! Ну, купилось. Ну да, или побольше, и занимаются самобичеванием. Это самые маленькие, реально. А там и людей больше. В Исламе есть два направления, основное разделение. Суиты, Суниты и Сиита. На нашей суши мы наблюдаем Сиита. Отличие ли в чем? У Сунина это в трех словах. У Сунитов пророк был последний Мухаммад, у Суитов все на них. Брат его. Да. И получается, если у Сунитов паломничество Хаса, у них Мехи, то у Суиты они все в Иран ездят. Но их меньше. Их меньше. Да, их меньше. Основная часть Сиитов у нас в Пакистане, в Исламе, в Балтистане живет. Исмейлиты их часть. Раньше, где-то до 2004, до 2010 года, они суниты активно упривали Сиитов. Конфликтовали. Конфликт был очень сильный. И в Балтистане это уже просекалось. Сейчас все хорошо. Сейчас мирно живем. Иншаллах. Это хука. Только мы вот такой слой табак курим. А, вот это табак? Это табак. Нифига себе. Прикол. Это табак? Раскуриваем. Табак? Может затянуть, но он очень теплый. Я знаю, что с табаком улетает. Короче, я решил кальяшку покурить. А здесь уголечки. Если у них табачок загружался. Жизнь, получается. Просто табак куришь, но на водной основе. Осень. Я тебе могу дать сигарету покурить, а ты просто его... Я не могу затянуться, короче. Он мягче. Он очень тяжелый, аккуратно. Я не могу затянуться. Жизнь, да? Ну, я даже затянуться не смог. Жизнь, да? Пацаны, курс почем бакс на сегодня? Вы Россия? Нет. А кто? Канава. Красная мечеть Баджахи. Это следующая наша локация. Но рынок это самая крутая локация. Нам надо где-то еще поесть, чтобы не было диареи. Об этом я думаю весь день. А пить я точно не хочу пока. Если только виски с колой. Он нас типа не понял. Мы сказали панч пять. А он привез много. Ну, мы оставили, решили немножко риса, курочки. А фрейдж мы не стали с молоком пить. Ну, потому что просто заочковали. Я и это не буду. Я буду старый проверенный напиток. Называется Кока-Кола. И в этой стране очень-очень много всякой еды непонятной. Поэтому, ребят, мы просто пока снимаем, но не едим. Вот она, вот она на шпиделе намотана. Снимаем в очередной раз обувь и уходим смотреть мечеть. Скоро уже будем везде так ходить. Здесь нужно сделать омовение. Обязательно помыть руки, ноги. Ребята, здесь, конечно, колы давно не мыли. Но мы еще потом пойдем ноги помоем и оденем носочки чистые. Нормально. Мы не жалуемся. Привыкаем. Здесь можно посидеть, перекусить. Вкусненько. Идем. 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 Полог. Идем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok